Движение. Значит, он был вице-премьером при Борисе Ельцине в 90-е годы. И он его пригласил, Ельцин пригласил его на этот пост после того, как Немцов был вызван губернатором Нижнего Новгорода. Значит, и Немцов приезжает в Москву, и в течение полугода фактически он не мог в Москве прописаться. Значит, ему там чинили разные препятствия, то есть с Лужковым у него отношения не сложились, с мэром Москвы на тот момент, и не мог он никак оформить прописку, фактически был бомжом в Москве. И в один прекрасный день он приходит к Ельцину, и Ельцин интересуется, ну что вы прописали в Москве, он говорит ему нет. Кто-то был возмущен, снимает, сейчас я этот вопрос решу, говорит Ельцин, снимает трубку телефона, звонит Лужкову и говорит буквально следующее. Мелковато вы себя ведете, Юрий Михайлович, я положил трубку. Все, на этом разговор был окончен. После чего, значит, Немцов ему говорит, значит, Борис Николаевич, он же ничего не понял, а Ельцин ему отвечает, все он понял. Значит, в результате, на следующий день Немцов был прописан в Москве. От приказа, он прописан в Личной Мэра Москвы. То есть, вот этот особый, совершенно не прямой, даже иногда многое говорится, да, но этот особый заклад, он действительно существует, и, безусловно, коммуникация здесь играет совершенно особую роль. Шестой подход к пониманию гласных отношений, тоже достаточно популярный. Это системный подход. Системный. В рамках системного подхода Парсонс и Луман, они делят жизнь человека на 4 скажем. Первые шестнедеятельности, да, на 4 шестнедеятельности выделяют. Во-первых, это экономика, экономическая, социальная, дальше культурная, культура и политика. Вот 4 шестнедеятельности человека выделяют в рамках системного подхода. И если в экономике, здесь вот Парсонс и Луман, они проводят параллели с политикой и экономикой, и если в экономике главным ресурсом являются деньги, это главный ресурс системы экономической, то главным ресурсом политической системы является власть. Власть в рамках системного подхода – это средство достижения основных политических целей. Власть в главные ресурсы – это средство достижения и осуществления политики, средство достижения универсальных, общих для всего государства целей. Средство достижения? Целей. Общих целей в государстве. То есть как деньги, ресурс экономической системы, так и власть, ресурс политической системы. И там, слева, в ресурсом социальная сфера, социальный сфер. Ну, либо социум, да, общество, социальный сфер. Обниковый главный ресурс. Что? Обниковый главный ресурс. Объединение. То есть они там делили функции, какие выполняют, вот и культура, и социальная сфера, они объединяют граждан, здесь главный ресурс, значит, культура передает ценности из поколения в поколение. Социальная сфера объединяет всех граждан, да, с помощью тоже определенных ценностей. В экономике главным ресурсом являются деньги, а в политике главным ресурсом является власть. Что касается власти, отметьте, что, ну, в принципе, они больше ответ сделали на политику и экономику, проводя вот между ними параллели. Отметьте, что власть, властные ресурсы, вернее, то есть ресурсы, средства, с помощью которых достигаются цели, властные ресурсы, в перстанализированном виде составляют политический капитал человека. Конкретного человека, как в политике, властные ресурсы в персонализированном виде, которые сосредоточены у конкретного человека, они составляют его капитал. Как в экономике деньги, которые у вас сосредоточены, те денежные ресурсы в разных, там, они могут быть варианты, акции, недвижимость, да, все это все равно в той или иной степени, где сводится к деньгам, то, а также, как эти ресурсы составляют ваш экономический капитал, так властные ресурсы составляют политический капитал любого человека. И в рамках, и таким образом, в рамках политики функционируют различные индивиды с тем или иным видом политического капитала. У каждого из вас есть определенный политический капитал, по мнению Парсонсон, в частности, это ваш голос хотя бы на выборах, да. То есть, естественно, что если мы берем президента страны, то у него этих ресурсов, значит, гораздо больше, да, мягко скажем. В любом случае, так же, как экономика представляет собой экономический рынок, так и политика, значит, представляет собой политический рынок, по мнению Парсонса, рынок, где происходят бесконечные торги и обмены, торги и обмены ресурсами, политическими ресурсами, политическим капиталом, да. Значит, как экономика представляет собой экономический рынок, так и политика представляет собой политический рынок, где происходят торги и обмены между различными индивидами, торги и обмены властных ресурсах, да. Так же, как вы, каждый из вас свой голос пытается на что-то обменять, выгодное для вас, да, например, на повышение стипендий, за пример, я говорю. Так и в политике, различные политики между собой торгуются с помощью тех ресурсов, которые у них есть. Мы с вами говорили о Соединенных Штатах, где действительно происходят бесконечные торги между теми или иными политическими игроками и теми или иными индивидами, правда, в политике. Но и в России это тоже происходит. Приведу вам пример. В 1996-й год вы поняли, как действуют, по мнению Парсонса, в рамках системного подхода эти обмены властными ресурсами. В 1996-й год. Выборы президента России. В первом туре ни один из кандидатов не набирает абсолютного большинства голосов, а для того, чтобы победить на президентских выборах в России, в первом туре надо набрать 50% плюс один доллар. Значит, соответственно, никто не набирает, и во второй тур выходят те кандидаты, которые набирают большинство голосов, да, и там уже простым большинством выделяется. На второй тур вышли Ельцин и Дюгановы. Но третье место в 1996 году в первом туре достаточно занят генерал Лебедь, Александр Лебедь, если вы такого помните. Значит, потом погиб трагически, значит, он был губернатором Красноярского края в свое время. Значит, и он набрал 15% голосов во время первого тур обмена. Соответственно, и Ельцин и Дюганов начали с ним торговаться за эти 15%. То есть это был его капитал непосредственный, рисунок с власти, который он мог обвинять на что-либо выгодное для уже себя. Значит, соответственно, эти торги достаточно долго шли, и в результате у Дюганов мог мало что предложить, да, потому что, ну, действующим президентом он не был. Ельцин предложил ему постглавы Совета Безопасности, на что и Лебедь согласился и призвал свои питанцы, когда те, кто его поддержали, проголосовать, соответственно, за Ельцин. Это не значит, не надо воспринимать буквально, что все 15% пошли и проголосовали, но тем не менее, это действительно ресурсы, и это оказало влияние на уже результат выбора. Что касается четвертого места, там, в первом туре его занял Ювлинский, Ювлинский, который получил 8% голосов и тоже пытался торговаться с Ельцином насчет места выгодного, да, для себя. И Ювлинский считал, что вот эти 8% они эквивалентны посту премьер-министра. А Ельцин посчитал, что, значит, это слишком много для, значит, слишком высокие требования здесь, и поэтому они не торговались, и, в общем, премьер-министр Ювлинский не стал обсуждать. То есть, действительно, на политическом рынке идут различные обмены ресурсами власти. Отметьте, что какие ресурсы наиболее востребованы в политической системе, на политическом рынке, как считал Факсинс? Какие ресурсы очень важны на политическом рынке? Конечно, важны все ресурсы, которые мы с вами тоже определяли, и деньги, и, значит, сила, это все очень важно. Но, как считал Факсинс, например, и Луман его поддерживал в этом, основными ресурсами для того, чтобы сделать, например, политическую карьеру, стать там, неэкром и так далее, да, Основными ресурсами являются профессионализм человека, то есть его способности, его возможно, компетентность, возможность его выполнять те или иные полномочия. А вторым важнейшим ресурсом является лояльность. Лояльность. А высшим проявлением лояльности является преданность. Лояльность либо преданность. Лояльность по отношению к кому? Как вы думаете? К обществу. По отношению, лояльность по отношению к обществу, что ли это ресурс власти? Если требует. Если вы хотите сделать карьеру политическую, то вы пойдете работать в государственной структуре. Кому вы должны быть лояльны и преданы? Вашему непосредственному руководителю. Это вообще самое важное, если смотреть на продвижение в государственной власти, в структуру государственной власти, политической карьере, то самым важным для каждого человека, безусловно, является выбор своего непосредственного начальника, на которого он сделает, так скажем, ставку. Будет к нему лояльен, преданность и так далее. Потому что продвигаясь этот начальник, что он будет делать? Он будет перетаскивать вас. Естественно, с собой. Если вы посмотрите на современную российскую власть, высшую власть, верховную власть прежде всего, то сегодня 80, а то и 90% всех тех, кто занимает высшие позиции в структурах российской власти, это выходцы из Санкт-Петербурга. Не просто выходцы из Санкт-Петербурга, а те, кто учились, те, кто работали вместе с президентом или премьером. Причем здесь действует, как принцип, действительно, Медведев, например, за годы своего президентства, он особенно в структуре судебной власти, будучи юристом, он очень серьезно трансформации, различные изменения проводил. Так вот, он перетащил в структуре судебной власти высший арбитражный суд, верховный суд, огромное количество не только своих однокурсников, но даже одноклассников. Причем, в основном, почему-то одноклассник, да, то есть, вот, значит, очень большое количество однокурсников, но в частности, мы возглавляем сейчас высший арбитражный суд Иванов, да, и однокурсник как раз Медведева. Что касается Путина, то либо его, либо те, кто с ним работали еще в Санкт-Петербургском университете, учились с ним, либо в мэрии Санкт-Петербурга, либо в органах Федеральной службы безопасности и так далее, да, то есть, те, кто непосредственно в ком он уверен. И вот это формирование команд, кланов, да, во власти, это свойство не только российской власти, потому что, безусловно, когда человек избирается или назначается на какой-то пост, то ему, безусловно, хочется, чтобы вокруг него были люди, которые были ему преданы, чтобы он мог на них положиться и так далее, да. То есть, преданность действительно серьезный ресурс в рамках фактического рынка. А, значит, вы можете отметить, что вот эти два качества редко перечитаются в одном и том же человеке. Чем более человек профессионален, тем более он, как правило, критичен, менее лояльен в отношении к своему руководству. В этом случае, в случае, когда этих качеств, эти оба качества не присутствуют в человеке, выбор всегда делается из двух кандидатов, лояльного и профессионального, в пользу кого? Лояльного, конечно, да. То есть, лояльность, иноценность, 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 это может быть важнейший ресурс в рамках политического рынка. Вот, кстати говоря, если вы знаете биографию нашего президента, да, то достаточно его такая космическая карьера, да, потому что если достаточно такого среднего чиновника, который, я думаю, никогда в жизни не думал, не представлялся, потому что он может стать там лидером государства, да, он стал президентом страны на достаточно долгий период. И одним из факторов, по-разному, там, анализируют биографы его карьеру, что повлияло на выбор Ельцина, вот, в себе в преемнике, именно господина Путина. Так вот, главным ресурсом, главным качеством президента здесь определяют как раз преданные, потому что семья Ельцина нуждалась в определенных гарантиях тем, что тот, кто придет на смену президенту Ельцину, не будет разбираться с семьей, не будет разбираться с теми действиями, которые, и определенными решениями, которые принимались в годы 90-х годов. То есть, нужен был человек, которым были бы уверены. Таких людей в политике не так много. И почему здесь именно Путин, да, потому что в свое время в Санкт-Петербурге, когда мэром был Санкт-Петербурга Собчак, значит, Анатолий Собчак, его, я не помню, уже год, да, на середине 90-х он проиграл выборы и подвергся, в общем, серьезному там судебному разбирательству, преследованию со стороны, значит, его, человека, который, Яковлева, который стал новым губернатором, когда уже должен переименовали Санкт-Петербурга. Так вот, Яковлев предложил Путину, а Путин был замом, фактически, Собчака, он предложил ему перейти в свою команду и, скажем так, сдать некие материалы на своего лучшего начальника. Путин отказался, да, и он вот остался преданным, потерял должность и, в общем-то, значит, вот этот поступок, он серьезным образом повлиял на то, что впоследствии его выбрали именно на этот пост и сделали приемником, да, Ельцина. Вот, поэтому лояльность и преданность действительно важнейший ресурс в рамках политической системы. Значит, вот это основные подходы к пониманию властных отношений. Отметьте, характеристики власти или принципы власти, политической власти. Основные характеристики власти или принципы политической власти. С-2, то есть политическая власть функционирует на основе двух принципов или двух важнейших характеристик. Основные принципы политической власти. Во-первых, это суверенность власти, суверенитет или суверенность политической власти. Суверенность политической власти или суверенитет политической власти. Что означает этот термин? Он означает, конечно, незавидимая славясь, ну и еще и верховенство власти. Верховенство политической власти и ненавидимых коммерческой власти. Суверенность или суверенитет власти определяет ее независимость и верховенство. Верховенство политической власти осуществяет по отношению к кому? К нарубливой. К своим гражданам, к обществу, то есть верховенство власти проявляется, конечно, в ее отношениях с обществом. Только политическая власть имеет право устанавливать законы для всего общества. Только власть имеет репрессивные структуры, например, тюрьмы, репрессивные органы власти, внутренних дел, армию и так далее. Только власть имеет возможность собирать налоги со своих граждан. Если кто-то к вам подходит на улице и требует деньги, это рэкет и грабеж. Если приходит политическая власть, то, соответственно, это называются налоги и просят с вас денег. Поэтому только власть имеет возможность собирать со своих граждан деньги в виде налогов и так далее. Независимость власти проявляется прежде всего в чем? Не к тому, что она независима в отношении от своих граждан, так скажем, а то, что одна политическая власть независима от другой политической власти. Здесь идет речь прежде всего о государственном суверенитете. Значит, государственные суверенитеты – это независимость одной власти от другой власти. Независимость одного государства от другого государства. российская политическая власть независимо от американской политической власти об этом ее суверенность суверенитет и второй принцип второй принцип политической власти это легитимность политической власти легитимность власти это доверие и законность власти доверие в власти и законность власти иногда легитимность определяют как законность власти это не совсем правильно потому что есть другой термин легальность власти это и означает ее законность легитимность это не просто законность власти это доверие к ней со стороны граждан доверие к власти со стороны граждан это когда политическая власть соответствует ценностным представлениям граждан доверие к власти со стороны граждан это основа любой политической власти, потому что когда нет этого доверия, то возникает кризис легитимности власти, о котором, кстати, много говорят в России, кризис легитимности власти, это действительно одна из самых главных проблем, основных проблем любой политической системы. Доверие к политической власти со стороны граждан. Значит, на чем может быть основано это доверие? Известно, опять же, мы возвращаемся к Максу Бекеру, к примеру политологу, социологу, он предложил три идеальных типа легитимности власти. Три типа легитимности власти. Три типа легитимности власти. Идеальные, потому что в чистом виде они могут быть смешанными, эти типы, но в том или ином государстве доминирует и проявляется какой-то из этих типов легитимности. Если она вообще существует, то легитимность и доверие к власти. Значит, на чем может быть основано доверие к власти? Значит, Бекер считал, что, во-первых, легитимность может быть традиционной. Традиционная легитимность. Традиционная легитимность. Которая основана на вере в традиции, в обычаи, в то, что так всегда было, и поэтому вот это правильно, да, тот политический режим, который существует, он давно сформировался, и, в общем, поэтому он и должен, и к нему есть доверие и так далее, да. Какой тип власти, вернее, какой тип власти основан на традиционной легитимности? Монархия. Абсолютно верно. То есть, если есть монарх, то, соответственно, значит, это уже исторически так сложилось, монархия, и поэтому, безусловно, монархом становится в качестве, да, руководителя государства, главы государства, разные страны, разные типы монархии, но все равно. А любая монархия основана как раз на традиционной легитимности. Второй тип – харизматическая легитимность. Харизматическая. Что это за тип легитимности? Харизма в переводе с греческого – божественный дар. Греческая по происхождению слова переводится как божественный дар. Харизматическая легитимность. И кому этот дар присущ? Не обязательно у диктаторов, но ярче всего, конечно, диктатура подобный тип проявляется, да, но вообще любому политику. То есть харизматическая легитимность основана на вере в конкретного человека, в исключительной способности конкретного политического лидера. Когда граждане доверяют конкретному человеку, не политической системе, не традициям, а верят в конкретного политического лидера. Если вы, например, не доверяете российскому парламенту, не доверяете российскому правительству, не доверяете судебной системе, а доверяете конкретно президенту Путину, да, например, я к примеру говорю, то вот имеет место харизматическая легитимность. Это вера конкретного человека, доверие конкретному человеку. Естественно, чаще всего, это может быть и в демократических системах, когда гражданин голосует, потому что он целого не доверяет системе, но он голосует за конкретного политика, вот ему он доверяет, его он верит и так далее. Но чаще всего, безусловно, это проявляется в недемократических режимах, и связано, конечно, с харизматической личностью, с харизматическим лидерством в недемократических режимах. Но какие-то примеры здесь вы можете привести в качестве там харизматических политиков, как раз, чья политика основана на таком типе легитимности? Гитлер. Гитлер, так. Да, Касмин. Сталин, так. Жириновский, сказали. Муссолини, так. Кастро. Этот еще. Кастро. Испания, Франко. Франко, так. И так далее. Ну, достаточно много. Вообще, сейчас говорят о том, что... Что? Фортнеггер. Фортнеггер. Может быть. Так. Ну, вообще, сейчас много достаточно говорят, изучая политическое лидерство, да, и качество лидеров, и легитимность. Говорят о том, что сейчас такой век уже серых политиков. В общем, харизму достаточно мало в современной политике, да. И, с другой стороны, очень сложно всегда определить, что уже какие качества создают харизматическую личность и, конечно, приводят к харизматической легитимности. Очень часто говорят об ораторском искусстве, да. Я вот тут про Жириновского вспомнили, конечно. Человек, который обладает ораторскими данными, ораторским искусством, да. Но не всегда, не обязательно ораторское искусство приводит к тому, что, там, человек харизматическая личность, да. Возьмите Сталина, он никаким ораторским искусством не обладал, да. Но, тем не менее, конечно, был харизматической личностью. Поэтому харизма понятие достаточно сложное, но, тем не менее, если человек доверяет конкретному политику, то имеет место как раз харизматическая легитимность. И третий тип легитимности наиболее распространенный – рационально-легальная легитимность. Рационально-легальная. Рационально-легальная легитимность. Рационально-легальная легитимность. Она основана на доверии к закону. Не на доверии традициям, не на доверии личностям, а на доверии к закону, к политической системе, к политическому режиму, к институту выборов и так далее. основана на доверии на вере в закон, политическую систему, политический режим, выборы, справедливость выборов и так далее. Наиболее распространенный тип политической системы, политической легитимности, например, сейчас будут выборы, да, самый распространенный, потому что, например, сейчас будут выборы в Соединенных Штатах Америки, и пока по предварительным опросам Обама немножко опережает Ромни, но голоса делятся примерно 50 на 50, например, плюс-минус. И в любом случае, кто бы не победил на выборах президента, те, кто будет голосовать, например, победит Обама, но те, кто будет голосовать за Ромни, для них Обама не будет узурпатором, да, который вдруг захватил власть. Значит, они верят в справедливость той системы, которая существует в Соединенных Штатах, и для них на 4 года Обама будет законным избранным президентом. Хоть он им и не нравится, хоть они его не поддерживают, и, соответственно, может быть, ему и не доверяют, но они доверяют в целом всей политической системе, верят в законность власти, в законность системы выборов, и поэтому вот рационально-легальная легитимность, она, в принципе, наиболее распространенная и наиболее, наверное, оптимальная в системе легитимности. Причем на практике, еще раз говорю, что эти типы могут смешиваться, может быть несколько одновременно типов легитимности. Например, возьмите Великобританию. Какие типы легитимности там существуют? Традиционная легитимность. Существует и традиционная легитимность, доверие к королеве, главе государства, да, фактически, хотя и формально, значит, формально в главе государства. Может, естественно, есть рационально-легальная легитимность, может возникнуть и харизматическая, если появится какой-то яркий политик, которому англичане, например, будут доверять. То есть, все эти типы, они могут быть смешанными или может доминировать тот или иной тип легитимности. Все понятно с политической власти? У нас в России, я уже сказала о том, что бывает, когда нет ни одного типа легитимности, то есть у нас кредит легитимности власти. Вообще, в принципе, по опросам, доверие к власти находится на критической просто, скажем так, низких показателях. Единственный институт, который выделяется в любом случае на этом фоне, это институт президентства. Так или иначе, определенное доверие к институту президентства есть. Это, может быть, даже где-то традиционная легитимность. Так сложилось у нас, что у нас специаль, у нас генеральный секретарь, у нас президент, и все-таки надежда на то, что этот человек может что-то решить, может все-таки когда-то, значит, она есть. И доверие к президенту, хотя сейчас рейтинги вещь относительная, как вы понимаете, но, в общем, определенное доверие есть. К остальным институтам крайне низкое доверие. К институтам, особенно парламенту, вообще поразительная вещь, потому что если мы сравним с другими странами, например, с европейскими странами, то там доверие к законодательной власти всегда выше, чем доверие к исполнительной власти. Законодательная власть считается честнее, чем власть исполнительная. Она считается более близкой к народу, потому что непосредственно вы ее выбираете. Если чиновников в правительстве назначают президентом или премьер, то, соответственно, всех парламентариях выбирают граждане. И, естественно, здесь доверие выше, как правило, к законодательной власти, нежели к власти исполнительной в России, прям противоположно. Если исполнительная власть, там президент, но особенно президент, все-таки как-то еще, и законодательная власть полный провал вообще. То есть доверие к парламенту крайне низкое. Доверие к судебной системе крайне низкое в целом, да, к институту. Доверие к институтам местной власти тоже невысокое. Конечно, от регионов, в разных регионах по-разному, но все равно там доверие к губернатору, вы можете и к Церковскому взять, да, или к местному парламенту Церковской областной думе. Ну, тоже, я думаю, вряд ли вообще представляете, кто там присутствует, да, и, соответственно, значит, доверие здесь низкое. Интересно тоже тот факт, что европейские государства в Америке гораздо выше доверия к власти, особенно муниципальной, чем доверие к власти центральной. Потому что та власть, которая избирается в городе, она непопредственна, вы все-таки, ну, скажем так, понимаете, кого вы выбираете, ее деятельность более заметна всегда для вас, да, потому что отремонтированные дороги, и там что-то построили, что-то лучше ли в городе, это более заметно, чем там показатели общей по безработице, за которую отвечает там, например, президент. Да, в России тоже здесь, скажем так, все немножечко по-другому, потому что доверие к власти муниципальной тоже крайне невысокое. Выше доверие к федеральной власти, особенно вот все равно в лице президента, нежели, значит, в целом рейтинг заверия крайне низкий, естественно. И самое интересное, что и президент, и премьер, в общем-то, открыто говорят о кризисе легитимности в России, о том, что граждане не доверяют власти, и, в общем, значит, никаким образом не связывают, как правило, скажем так, ну, не думают, что они могут повлиять на власть, не думают, что они кого-то выбрали, и что это и представители, ну, и так далее, да. Так, ну давайте перерыв сейчас сделать, да, и... Политическая система. Политическая система. Политическая система. Новая тема. С власти уже сами закончили, да, с политической власти. Переходим к рассмотрению политической системы. Значит, мы с вами рассмотрим в целом, что из себя представляет политическая система, и потом уже будем рассматривать отдельные институты, основные институты, политические системы, в том числе и государства, основные характеристики государства, это режимы, там, форму власти и форму управления и так далее, да. Значит, понятие политической системы. Переходим к политическому науку во второй половине 20-го века, то есть начинает разрабатываться где-то в 40-х, 50-х годов. Приходит это понятие и социологии. Так, тише. А 40-е, 50-е годы, вторая половина 20-го века, да, начинают заниматься исследования политических систем. Приходит понятие системы, политологию и социологии. В частности, еще в начале 20-го века, Тюркейм, Спенсер разрабатывали понятие социальных систем, но в результате, вот, в второй половине 20-го века, разрабатывают уже понятие политической системы. Для чего уходится? Отметьте, что данная категория, прежде всего, разрабатывалась в рамках сравнительной политологии, для того, чтобы были возможности сравнения различных стран, различных, соответственно, политических систем. Чтобы мы могли сравнивать, нужна определенная модель системы, для того, чтобы мы могли сравнить там российскую, американскую политические системы. То есть вводится это понятие, прежде всего, разрабатывается в сравнительной политологии. И для чего она вводится, эта категория? Во-первых, понятие политической системы раскрывает взаимодействие государства и общества. Во-первых, понятие политической системы раскрывает и позволяет понять, как взаимодействуют государства и общества, раскрывает взаимодействие, или анализирует, или исследует взаимодействие государства и общества. Можно еще раз? Раскрывает взаимодействие, как они связаны, взаимосвязаны между собой, как государство влияет на общество, а общество на государство. И во-вторых, понятие политической системы изучает разделение властей, как власть рассредоточена, разделена в политической системе. Изучает систему разделения властей, как власть рассредоточена в рамках общества системы. Любая система, и политическая в том числе, состоит из элементов. Отметьте, основные элементы политической системы. Главный элемент политической системы, это, конечно, политические институты. Политические институты. В рамках первой лекции мы с вами определяли, что институты – это те учреждения, с помощью которых осуществляется власть. Те учреждения, организации, с помощью которых власть осуществляется. Ключевой и основной институт политической системы, без которого вообще не может ни одна система существовать. Это государство. Государство – это ключевой институт политической системы. Государство включает в себя более мелкие институты, институт президентства, парламент и так далее, институты судебной власти. Но в целом это такой глобальный институт под названием государство. Вторым институтом является основным, конечно, общество, гражданское общество. Почему система раскрывает взаимодействие, взаимоотношения между государством и обществом? Потому что основными ее институтами являются государство и гражданское общество. Общество тоже включает в себя более мелкие структуры, там партии, общественные движения и так далее, которые, естественно, относятся уже к более глобальному институту, как гражданское общество. Политические институты – это главный элемент политической системы. Какие характеристики политических институтов, основные характеристики политических институтов рассматриваются в политической системе, рассматриваются при исследовании той или иной политической системы? То есть обязательно, значит, первой характеристикой политических институтов является система разделения властей. Система разделения властей. Система разделения властей. Разделение функций, ролей между институтами. Есть деление на исполнительную, законодательную, судебную власть или это деление на практике может отсутствовать. То есть, естественно, в эти моменты анализируются. И вторая основная характеристика, которая взаимосвязана с системой разделения властей, наличие доминирующих институтов в системе. Есть или нет доминирующие институты в политической системе. Что такое доминирующий институт? Это институт, который берет на себя функции других институтов. Естественно, когда нет реальной системы разделения властей, есть определенные институты, которые берут на себя функции других институтов. Ну, например, какие институты, какой институт доминирует в российской политической системе? Институт президентства, безусловно. Мы с вами вот еще будем рассматривать политический режим российский, вы посмотрите, что президент России это больше, чем президент. Вообще, формально Россия полупрезидентский решил, и мы тоже с вами отметим, почему это так. Но на самом деле называют суперпрезидентский, гиперпрезидентский, как только они называют. Потому что президент это все в российском государстве. Значит, помимо института президентства, какие еще институты могут доминировать, например? Если мы берем советский период, то какой институт был доминирующим? Институт партии. Партия, так. Отметьте, партия может быть доминирующим институтом. Армия может быть доминирующим институтом. Органы госбезопасности могут быть доминирующим институтом. И так далее, да? Вторым основным элементом политической системы, значит, первое это институты. Второй элемент это нормы, правовые нормы, которые регулируют политическую жизнь общества. Ну, либо законы, да? Законы или нормы, которые регулируют политическую жизнь общества. Основной закон, который регулирует жизнь любого общества. Конституция. Дальше. Федеральные законы. Законы органов местного самоуправления и так далее. Вся система законодательства, она, безусловно, относится ко второму элементу в политической системе. Основными характеристиками, которые позволяют сравнивать страны, государства, проводить, там, значит, различия между нормативными системами, являются, значит, основные характеристики норм или нормативной подсистемы, да, или этого элемента. Основные характеристики нормы, значит, включаются как конституцию, федеральные законы, законы местного уровня, местного самоуправления. То есть, конечно, основные характеристики? Да. Характеристиками нормативной подсистемы и этого элемента являются, во-первых, источники права. Источники права, душнор. Источники права, на основании чего формируется та или иная нормативная система, на основании какой системы, правовой системы, формируется та или иная законодательная система в государстве. Значит, какие могут быть источники? Вот российская правовая система, на основе какой правовой системы сформирована? Историческая правовая система? Какие исторические правовые системы знаете? Романская. Романская, она на чем основана? Римская. Не на греческой, а прежде всего на римском праве, да, система римского права, да, оттуда романская, да, там различные уже правовые ответвления, да, Система римского права. На ней как раз сформированы российское и многие европейские государства. Когда основным является закон, создаются законодательные правовые нормы, по которым потом живет все государство. А, например, Великобритания живет по какой системе? Или в Соединенные Штаты? Система общего права. Система общего права. Что это за система? На чем было отличие американская система от российской системы? Правовой. Что есть в Америке, что нет в России? Слабо. А? Слабо. Слабо. Ну, а правовой системы? А в суде. В суде, что есть в Американском? Прецедент. Прецедент, правильно. Напишите. Судебный прецедент. Судебный прецедент. Первый, это источники правовых норм, да? Источники правовых норм. Источники права. Потом подойдете, я вам еще раз. Источники права. Так, источники права. Могут быть либо римское право, либо система общего права, как в Великобритании и Соединенных Штатах. Это основано на судебном прецеденте. Закон это то, что говорит суд. Есть, рассматривается какое-то дело, да? В суде. Создается судебный прецедент. После этого все подобные дела рассматриваются именно с учетом этого прецедента. Закон то, что говорит суд. Не надо принимать дополнительные нормативные акты, да? Не надо принимать законы. Был прецедент. Вот был бракоразводный процесс. Таким образом его рассмотрели. В пользу, например, кого-то, да? В точно такой же ситуации, такой же процесс будет рассматриваться точно таким же образом. Не надо принимать дополнительный закон. Все основано на судебном прецеденте. Это Англия, это Америка, это Астралия, например. Значит, может быть еще различные судебные, в смысле, в системе права существует. Можете ответить в шариатское право. Многие правовые, тюльманские системы, законы шариата, шариат. Основаны на вот этой судебной системе. Ой, да, на этих правовых нормах, да? Шариат. Ну, например, там, если берете мусульманские страны, то они, ну, их правовые системы основаны именно на этих законах, этих нормах, которые протестны в Коране, да? Значит, можете отмечить, ну, например, там, Саудовская Аравия, да? Например, из-за воровства в Саудовской Аравии отрубают руку до сих пор. Как написано там, так и делают до сих пор, да? То есть судебная система полностью соответствует вот этим правовым нормам. А, значит, и третий элемент... А, еще, значит, следующая характеристика, так тише, следующая характеристика нормативной системы, нормативного элемента, так скажем, да? Это комплексность права. Вот первый был источник права, откуда берутся правовые нормы, на какой основе они сформированы. Следующая комплексность права. Комплексность права. То есть как... Комплексность, так тише. Комплексность права. То есть как соответствуют правовые нормы друг другу. Соответствие правовых норм друг другу. Напишите, сейчас я поясню. Соответствие правовых норм друг к другу. Как сочетаются, так тише, как сочетаются все элементы внутри той или иной правовой системы. Соответствие норм друг к другу. Речь идет прежде всего о федеральном, региональном и местном законодательстве. То есть любая страна, правовые нормы любого государства включают в себя федеральные законы, регионные законы субъектов федерации, как в России, например, и законы местного самоуправления. Как эти элементы сочетаются? Вот это и есть комплексность права. Например, в России в 90-е годы субъекты федерации получили достаточно много полномочий, суверенитетов. В свое время Кельцин говорил о том, что субъекты федерации могут унести суверенитетов только, сколько захотят. И, соответственно, были созданы конституции, уставы областей, то есть законодательные нормы, которые во многих регионах абсолютно не соответствовали федеральному законодательству. Особенно это касается республик, национальных республик. Например, многие республики, в том числе Татарстан, Башкирия и так далее, написали в Якутии, написали в своих конституциях следующее, что все нормы, все ресурсы и недра, которые находятся на территории республик, они не имеют ничего, они являются собственностью республики. И Российская Остальная Федерация к ним уже не имеет никакого отношения. То есть, если есть нефть на территории республики или алмазы, например, как в Якутии, то Остальная Российская Федерация уже к ним, это не ресурсы Российской Федерации, ресурсы республики. Некоторые, это, естественно, полностью противоречит вообще законам Российской Федерации и федеральной. Некоторые республики даже не написали в своих конституциях, что они входят в состав России. То есть, написали, что мы суверенные республики независимые, а что они вообще-то находятся в составе России, тоже об этом забыли написать. Некоторые республики вводили, например, второй государственный язык, в частности, республика Якутия. Это запрещено на территории Российской Федерации введение второго государственного языка. Странным образом им оказался английский язык. Вот, значит, соответственно, это тоже не соответствует нормам федеральных. Если имеют место такие противоречия, то мы имеем дело тогда с отсутствием комплексности права. Сейчас вот эти все нормы, они были приведены в соответствии с 2000 года. И фактически на сегодняшний момент имеет место как раз уже комплексности. Если мы говорим о России, то комплексности российского права. Третий элемент политической системы, третий элемент, это политическая культура. Это культура. Мы отдельно будем с вами рассматривать культуру. Но вот видите, что третий элемент это культура. Это культура. Культура это те ценности и нормы поведения или правила поведения. Те ценности и правила поведения, которые позволяют любому гражданину участвовать в политике, так скажем. Это все те ценности и стандарты поведения, которые позволяют человеку в любом том или ином государстве участвовать в политике, участвовать в политическом процессе. Нормы поведения, ценности, которые позволяют человеку участвовать в политическом процессе. Когда мы говорим о культуре, то какие основные характеристики культурного составляющей политической системы? Всегда оценивается ее однородность, либо гомогенность. Это ведь гомогенность культуры. Это однородность культуры, гомогенность. Чаще всего именно такой термин применяется, но это означает однородность культуры. Это означает, что все граждане в стране разделяют общие ценности, общие политические ценности, норму поведения, разделяют общие ценности. То есть культура однородна. На чем может быть основана эта однородность? Что может объединять всех граждан? На чем может быть основана эта однородность? Что в или ином обществе? Что все граждане разделяют общие культурные ценности. Как в принципе культурные ценности, так и политические культурные ценности. Граждане... Религия может быть фактором этой однородности еще. Воспитание. Традиции еще. На этнической, общей этнической, национальной принадлежности, да, которая объединяет себя, как правило, религию, традиции и так далее. То есть однородность может быть основана на национальном факторе или этническом факторе. А может быть основана на неких ценностях политических, в частности, ответить на либеральные ценности. Значит, однородность может быть основана на... Однородность может быть основана на этническом, национальном факторе, когда все граждане принадлежат все-таки к определенной нации и, естественно, их связывают общность культуры, истории, религии. Либо, если граждане принадлежат к разным нациям, разным расам, то гомогенность или однородность может быть основана на каких-нибудь общих ценностях, уже не религиозного, не этнического характера, но часто на либеральных ценностях, как это, например, происходит в Соединенных Штатах. Что предполагает эта однородность? Это предполагает, что все граждане разделяют, например, ценности свободы, индивидуализма, чатность, собственность и так далее. А в России сейчас что-то? В России, ну, нельзя говорить о гомогенной культуре, наверное. А может быть, однородность может быть основана на... Либеральных ценностях. Либеральных ценностях, так тише. В частности, на том, что все граждане разделяют ценности свободы, частные собственности, индивидуализма и так далее. Вот Америка страна, где, ну, иммигрантское государство, огромное количество различных национальностей, огромное... Там представители всех рас, да, которые существуют в мире. Тем не менее, американцы всегда считались очень гомогенным государством, потому что вообще у них всегда... Когда была теория тактишек, ловильного котла. Что означает эта теория? То, что любой человек, который приезжает в Соединенные Штаты, русский, японец, француз и так далее, приезжает в Соединенные Штаты и попадает в этот котел, и из него выходит стопроцентный американец. Да? Почему? Что означает стопроцентный американец? Означает, что он разделяет общие для американцев ценности. Ценности свободы, частной собственности, индивидуализма, того, что каждый человек может себя там достичь чего угодно, да, и так далее. Значит, сегодня, на сегодняшний момент, эта теория не очень в Соединенных Штатах работает. То есть, сегодня многие исследователи американской системы говорят, что Штаты становятся, в общем, достаточно гидрогенным даже государством, то есть разделенным в культурном плане. Особенно это связано с тем, что сегодня уже почти 15% населения Америки составляют выход из Латинской Америки, которые являются зачастую испаноязычными. Не знают, в некоторых штатах вторым государственным языком является испанский язык, они не знают английского языка, соответственно, достаточно плохо адаптируются к американской системе. И вот часто идут разговоры среди американских политиков, что фактически надо принимать второго государственного языка и делать испанский язык вторым государственным языком Соединенных Штатов, что вообще подрывает идею Соединенных Штатов о том, что они такое моноризное, однородное общество. Хотя, тем не менее, несмотря на эти проблемы, в общем-то, американское общество достаточно однородное, но основано на этих ценностях, на индивидуализме, свободах и так далее. Следующая характеристика отметим, о России мы еще поговорим, да, здесь все, как всегда, очень сложно. Значит, так, значит, следующая характеристика – это толерантность культуры. Толерантность культуры. Что означает толерантность? С двумя L пишем. С одной. С одной. Так, подожди, дайте я напишу. Толерантность культуры. А что означает терпимость культуры? Кому она терпима? А? Кому? К другим культурам, другим политическим мнениям, к различного рода, там, политическим, национальным меньшинствам, да? Другой религии, абсолютно верно. То есть терпимость культуры. Вот это основные элементы культурной составляющей. То есть еще раз. Три элемента – институты, нормы и культура. Да? Три элемента – политическая система. Каждый, который обладает определенными характеристиками. Основные подходы к пониманию политической системы. Их два. Основные подходы к пониманию политической системы. Подводы к пониманию политической системы. Подводы к пониманию политической системы. То есть как система денег, что она от себя действительно представляет? Подводы к пониманию политической системы. Первый подход это бихибиоризм, о котором мы с вами говорили. Представитель этого подхода Дэвид Истон. Бихибиоризм это поведенческий подход, как мы уже с вами рассматривали. В политической науке. И для Истона он создавал, разрабатывал теорию политической системы как раз в 50-60-е годы. Для него было очень важно создать некую модель, общую универсальную модель для исследования политической системы. То есть создать модель, с помощью которой можно было бы сравнивать различные политические системы. Различные государства. Давайте запишем определение, что такое политическая система в рамках бихибиоризма, а потом рассмотрим саму модель политической системы, как ее понимал и сформировал Истон. Отметьте, политическая система это система взаимодействий, между кем и кем? Прежде всего между государством и обществом, конечно. Система взаимодействий, с помощью которой в обществе авторитарно распределяются ценности. Сейчас мы поясним, что это такое. Система в обществе авторитарно распределяются ценности. Авторитарно это значит с помощью власти. В обществе авторитарно распределяются ценности. Система взаимодействий общества и государства, с помощью которой в том или ином государстве, в обществе распределяются с помощью власти авторитарно распределяются ценности. Под понятием ценности Истон понимал как распределение экономических благ, так и принятие, прежде всего, основных законов. Тех или иных законов, интересов. Давайте рассмотрим, что из себя представляла модель системы Хуа-Истон. И нам станет понятно, что же система взаимодействия. Истон использовал, прежде всего, количественные математические подходы к пониманию политики и пониманию математической системы. Ему хотелось, еще раз говорю, создать такую модель, с помощью которой можно было бы анализировать различные типы системы, универсальную модель. Он считал, что подобные системы, такая, ну скажем, практическая система, подобные сложные системы, нам достаточно сложно изучить. И он считал, что эта тема – это черный ящик, отметьте. Тема – черный ящик. Само государство, прежде всего, он понимал под этим государством. Это черный ящик. Мы не знаем, что там происходит. Мы не знаем, кто принимает конкретный закон, кто повлиял на принятие того или иного закона. Мы не можем исследовать и точно сказать, кто там занимает те или иные политические решения внутри политической системы, внутри государственной системы. Система – это черный ящик. Исследователь не может находиться рядом с политиком и фиксировать, кто влияет на принятие решения, кто влияет на непринятие какого-то решения. Но нам известны внешние стимулы, которые оказываются на систему. Значит, сама система для нас загадка, там непонятно, что происходит. Но нам известны внешние стимулы. Стимулы. И он называл это «ввод в систему». То есть все внешние воздействия, которые оказываются на систему, прежде всего, со стороны общества. Нам известны стимулы внешние, либо ввод в систему, которые все внешние воздействия со стороны общества, которые оказываются. И нам известен выход из системы, то есть те решения, которые государство принимает. Или, значит, «ввод» – выход, ну, либо в результате системы. Те решения, которые государство или политическая система принимает. Ввод либо внешние воздействия на систему во вне ютистона состоят из двух перемен. Ввод состоит из двух перемен. Внешние воздействия на систему состоят из двух элементов. Это требования, требования по отношению к системе. Требования общества по отношению к государству. Что вы требуете от государства? Чего могут касаться эти требования? Стабильность. Стабильность. Защиты. Так. Ну, прежде всего, это принятие и исполнение определенных законов. Да? Которые будут касаться… Принятие необходимых законов. Если вы не ощущаете себя в государственной безопасности, то необходимы новые нормы или исполнение тех норм, которые уже существуют, чтобы вы чувствовали себя защищенным в государстве. Да? Чего еще требуют граждане от системы? Да. Ну, защиты, да, уже об этом говорили. А чего еще очень всегда хотят граждане получить от государства? Умьем. 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 Да. Как вы себе представляете? Умьем. 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 Выделяет ценность. Распределение экономических ценами всегда требует граждан. Требует повышение зарплат, повышение стипендий, улучшение качества жизни и так далее. И, наконец, последний элемент требований, на который указывал институт, это информация. Информация. Это второе? Это третье. Это входит в требования. Тише. К требованиям относятся принятия законов, распределения экономических ценностей и, естественно, информирования общества о том, что происходит. Наше государство не очень любит информировать граждан о том, что вообще происходит и что их ожидает. Вот сейчас планируется пенсионная реформа, которая, конечно, поднется всех вас. И, соответственно, граждане рассчитаны, она как раз прежде всего будет уже на молодое поколение. И опять изменения, опять преобразования и так далее. И эта реформа абсолютно не обсуждается. Ну, сейчас немножечко стали обсуждать, но, в принципе, проект первой реформы, он совершенно без обсуждений, без информирования граждан. То есть граждан потом поставят перед фактом, как они смогут заработать там на пенсию, вообще смогут ли они эту пенсию получать. То есть, естественно, что государство должно информировать. Вообще в истории России было много экономических преобразований и изменений, о которых государство вообще не сообщало гражданам или сообщало крайне поздно. Например, в пятницу вечером сообщали о том, что с понедельника будут совершенно другие деньги, которые надо обменять. И граждане там штурмовали, я не знаю, банки. И вообще, значит, для того, чтобы как-то сохранить средства, да, бюджетик обменять и так далее. То есть, естественно, система должна информировать. Дальше, второй переменной, помимо требований, второй переменной является поддержка. Поддержка. Требовать от государства очень хорошо. Можно много требований к ним предъявлять, но это надо еще и поддерживать. Без поддержки граждан ни одного государства долго не протянет. Значит, и никакие требования оно не исполнит. А какие требования? Ой, какая поддержка? Какую поддержку вы можете оказывать государству? Материальная поддержка налоги. Материальная поддержка в виде налогов. Моральная. Моральная, да как там? Моральная. Вот, я уже поняла. Так, ну давайте с моральной поддержкой разберемся. Сейчас мы про митинги тоже поговорим. Моральная поддержка. Значит, да. А есть она на самом деле, да? Так, моральная поддержка. Чему может казаться? Истон отмечал, что есть такая поддержка, как оказание услуг в системе. Оказание услуг в системе. Значит, материально записали в виде налогов. Следующее. Оказание услуг в системе. Вот здесь как раз моральная поддержка. О ней идет речь. О моральной поддержке. Молодые люди, какую моральную поддержку государству можете оказать? Служить. Служить в армии. Служба в армии, да? Вот там любовь в вашей крови не проявляется. Вот так. Служба в армии. Хотя это законодательная обязанность во многих странах. Но Истон отмечал, что не зря это называется воинским долгом, потому что это некая услуга все-таки политической системе. Значит, сказали про митинги. Но помимо участия в митингах, где еще можно принимать участие? Выборы. Да, отметьте. Участие в политической жизни. Конечно, без правил. А? Нет, это уже третье. А третье? Да. Участие в политической жизни. Участие в политической жизни. Дальше. Что еще? Что еще требуется от граждан? Обязательно. Конечно, исполнение закона. Исполнение закона. И, наконец, внимание к последней, значит, здесь пункт, да, в рамках поддержки, отметьте, это внимание к политической информации. Очень часто, когда граждане, вернее, политические структуры могут информировать граждан, но граждане вообще не смотрят новости, понятия не имеют о том, что происходит, и в результате, естественно, значит, не знают вообще, что их ожидает. Вот несколько, ковому года два назад, когда губернатором Свердловской области стал уже Мишарин, он находился уже в области больше, вот, смотри, на должности губернатора уже достаточно открытый срок. В Свердловской области провели опрос о том, кто является губернатором Свердловской области. 20% населения Свердловской области ответила на этот вопрос, что Россия продолжает быть губернатором в Свердловской области, что, естественно, уже на тот момент не соответствовало в действительности. Сейчас вы знаете, кто в губернаторстве на Лосковом Украине? Вы уже? Ваши? 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 Да. Жаль, уже не в губернаторстве на Лосковом Украине. Кто не знает, да? Кто еще? Так, тише. Ответы, это тоже поддержка, это внимание в практической информации. Так, тише. Ответы в качестве результата. Значит, еще раз повторяю. Требования плюс поддержка – это вход в систему. Требования плюс поддержка – это вход, это внешняя действия на систему. Это вход в систему. Как происходит решение тех или иных проблем, мы не знаем. Выход – это решение. Решение. Вы уже здесь не расписывать. Решение плюс действия. Решение плюс действия. Какое решение может принять государственная власть? Издать законы. Издать законы. Прежде всего, речь идет, конечно, о принятии законов. Действия – это исполнение законов, и за это отвечает, прежде всего, исполнительная власть. Да? Решение плюс действия – это выход из системы. Вместе с тем, Истон считал, отметить, что самым главным элементом в этом взаимодействии государства и общества, вот он пишет, что система – это взаимодействие, система взаимодействия между обществом и государством. Основным и главным элементом этого взаимодействия является обратная связь. Отметьте, обратная связь, сейчас я поясню, что это такое. Это изменение приспособления системы. Изменение и приспособления системы. Обратная связь – это изменение приспособления самой политической системы. Изменение и, или запятая, приспособления политической системы. Значит, как происходит и как действует этот механизм, и как действует обратная связь? Например, граждане не платят налоги, должны оказывать поддержку материальную государству, но они скрывают налоги, скрывают налог на прибыль, не хотят платить налоги. Государство ощущает вот эту проблему и, соответственно, как оно ее решает, мы не знаем, какие внутренние противоречия, какие термонисты идут. Как государство может решить эту проблему? Искать. Искать, так. Ну, штрафы увеличить. Еще? Посадить. Посадить. Что еще государство может? Понизить налоги. Понизить налоги, так. Тише. Понизить налоги. Еще что? Забыть вообще про это, да? Но государство никогда про налоги не забывает, да? Вот. Значит, естественно, провести налоговую реформу. Налоговую реформу, выдать какое-то решение и, естественно, попытаться его выполнить. Когда есть обратная связь, когда система эффективна, когда есть обратная связь между государством и обществом, когда эта проблема решается, да? Когда граждане станут платить налоги, вот когда это произойдет не просто принять решение и все осталось по старому, а обратная связь, это лишь именно изменение самой, решение этой проблемы, да, изменение политической системы. Другой пример. У нас здесь в истории тоже присутствует много молодых людей, да, для которых служба в армии является огромной проблемой, я думаю, да? Вот недавно газета «Известия» провела опрос, почему молодые люди в России не очень хотят служить вам. Значит, скажем так мягко, не очень хотят, да? Вот. Ответы были следующие, ну, там были разные варианты, но порядка 80% ответили, что боятся за свою жизнь, боятся там унижений и так далее, и так далее. Порядка 13% сказали, что хотят учиться и работать, поэтому им, в общем, неохота тратить время на службу в армии. И порядка 7% был вообще замечательный ответ, они не любят свою родину, вот опять же о людях, да, вот. Не любят свою родину, поэтому, видимо, не хотят им иметь ничего общего, в том числе и служить в армии. Вот. В любом случае, вот 80%, которые высказали опасения за службу в свою безопасность, выразили тем самым недоверие системе, что она, естественно, обязанность безопасности бронять, да, и, там, гарантировать жизнь и здоровье и так далее. Как может здесь дело решить эту проблему? Что она может предложить для решения этой проблемы? То есть не материал, солдаты. Ну, поднять моральный, патриотический уровень, да? Еще что? Ну, это я... Ну, пока же, да, вы в это поверите? Ну, а как реально она может решить? Платить. Я реально? Можно положить, да, в парк, да, мне заплатил, например, денег, и все, и все, и все. Здесь армия желалась по контракту. По желанию, по контракту, расширить там, значит, так, тише. Увеличить мотивацию. Увеличить. Увеличить и так... Отменить армию. А? Отменить армию. Можно отменить армию. Привет, войсканады. Так, тише. Тише. Развернулись все ко мне. Мы ничего не слышим и ничего не понимаем, да? Значит, ну, она может, естественно... Государство может принять там новую военную реформу, может многое изменить. Когда есть обратная связь? Когда решается проблема? Когда все помогают. А? Все пойдут в армию. Когда, ну, когда граждане, конечно, молодые люди, совершенно спокойно, уже без всяких опасений, смогут пойти в армию, либо не пойти, выбрать какой-то другой альтернативный вариант, да? И так далее. То есть решение, это не просто принятие какого-то закона. Так вот, когда этот закон действительно решает ту или иную проблему. Вот это и есть взаимодействие между обществом и государством, и основным здесь элементом является обратная связь. Все понятно, Светлана? Да. Так. На этом... Светлана